И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар. Сегодня мы рассмотрим очередной журнал тачки, который я вам ни разу не показывал. Это у нас журнал за 2011 год, 4 выпуск, месяц апреля. И с машинкой по имени Мисти Мотор Кросс или Мисти Мотор Кросс. По-русски может быть и Кросс, но в общем не будем здесь спорить. То есть можно назвать и Мотор Кросс, потому что это по-английски, а по-русски может быть и Мотор Кросс. В общем, про машинку, про имя Столечко. Так сказать, про вот эту часть журнала изменений особо таких нет. Цена 8 литров старая наша валюта, это примерно 2 евро, все нормально. Здесь все картиночки есть, все хорошо. В общем, можно переходить спокойно к машинке, то есть к нашему Мисти. В общем, он такого голубенького цвета, все опять детальненько сделано. Номер 73, это его спонсор получается. Здесь у него фары нет, хотя могли бы 73 или фару что-то сделать. Не знаю, может это минус или плюс, или не важно, но в общем, могли бы что-то сделать. Здесь у нас тоже всякие спонсоры, наклеечки, все хорошо. Сзади тоже все это имеется. И здесь имеется. И здесь все одинаково. Потом внизу у нас вот так вот все имеется. И если про качество говорить, то качество пластмасса тоже хорошее. То есть, если хочешь вот здесь так согнуть, то надо, не знаю, постараться. Или вот здесь сбоку тоже нужно постараться. То есть, машинка качественна, все хорошо. Теперь мы можем запросто переходить к вот этому журналу и рассматривать. В общем, как нам на первой странице говорили, что будет в этом журнале, так и вот оно здесь. То есть, здесь нам говорят про разные интересные необычные машинки. То есть, про мини-машинки. То есть, какими они бывают. Бывают электрокары. Бывают, что вообще мини-мини, что вот, например, машина такая, например, 5 метров. А можно сэкономить место. И таких понадобится, чтобы вместить, вот, так сказать, в эти 5 метров, 3 таких. В общем, машины разные бывают. Вот это необычно. Так что, это, в принципе, подходит к тачкам. Дальше у нас все по традиции. Здесь у нас задание. Задание, так сказать, с гвиду и всякими шайбочками. В общем, здесь нам нужно найти 7 отличий. Да, то есть, их, в принципе, запросто найти. Потом, второе задание. Нам нужно посчитать шайб. Сколько красных, сколько зеленых. В принципе, уже посчитано. Да, потом третье задание. Нам нужно, так сказать, по вот такому мини-лабиринтику добраться. То есть, куда С пойдет, куда Б пойдет. И можно вот было разукрасить. Я вот, в принципе, разукрасил. Да, потом четвертое задание. Это у нас с фигурами, в принципе, просто куда, какая должна подходить. То есть, задание хорошее. Это замечательно. Ну, также внизу есть ответы. Но, не знаю, они нужны, не нужны. В общем, лучше делать все само. Потом у нас идет комикс. Как обычно, без заданий, само собой. Здесь у нас Луиджи и Гвидо, как Цезарь. Да, то есть, если вспомнить старые века, в принципе, как будто они в таком стиле. Да, то есть, здесь у нас опять гоночка. И да, гоночка. В общем, комикс у нас здесь такой. Дальше у нас опять же задание. Да, то есть, здесь у нас такая, как бы, рок-группа, металлик. То есть, здесь у нас эммейтер и его, так сказать, помощники. То есть, первое задание. Нам нужно посчитать, у кого, так сказать, сколько мелодий, нот. Вот, имеется в виду нот. Да. И, а, нет, или да. Ну, в общем, второе задание. Нам нужно было посчитать с синих нот. А вот это задание, это вроде бы, кому нужно, так сказать, прицепиться. Вот, так, и потом у нас третье задание. Это у нас задание с именами. В принципе, тоже хорошо. То есть, как бы, по цвету, вот, например, фиолетовый круг найти на доноску фиолетовую и вставить буквы. В общем, задания здесь тоже хороши. Так что, переходим дальше. И вот у нас такой имеется обалденнейший плакатик. Но, блин, могли бы, конечно, такого мейтера положить в журнал, но, увы, они это почему-то не сделали. Но плакат, честно, 10 из 10, и могли бы сейчас вот такие делать плакаты, но сейчас таких не хотят делать. Они делают шиворот-навыворот, но там уже минус к журналу, а здесь большущий плюс. Вот. Теперь у нас по традиции идёт комиксы, но уже с заданиями. То есть, первое задание нам нужно соединить Белла Макуина и разукрасить. Можно и в голубой цвет его разукрасить. Ну, здесь подходит бы больше красный. Ну, в общем, потом второе задание нам нужно дособрать картинку. Это, само собой, под номером 3. Так, потом у нас третье задание идёт такой вот лабиринтик. Нам нужно не наткнуться на этих двух негодяев и добраться до радиатора Спрингса спокойно, мирно. Да, и четвёртое задание нам нужно, так сказать, убрать две ненужные запчасти. Это, само собой, спойлер. У Макуина такого нету. И у Мэтра такого крючка, само собой, нету в виде якоря. Это как-то уж слишком перебор. Вот. То есть, здесь задания тоже хороши. И комикс тоже хорош. Дальше мы помним такую страничку, да. Например, какой-то герой, допустим, Филмер. Немножко истории и заданий. Здесь у нас уже идёт Гвиду. Такой, как плакатик. Это всё хорошо. То есть, здесь, получается, в этих журналах по два плаката, так сказать. Да. Один большой, один маленький. Немножечко истории, да. То есть, он имеет друга Луиджи. Луиджи, фанат Феррари. И участвует, так сказать, помогает в гонках Макуину. Ну и задание нам нужно посчитать. Надо было все вот эти значки на этой страничке, как я понимаю. И даже кого-то, какого-то значка не было. А именно колеса. То есть, задание хорошо. И переходим дальше. Тут у нас, опять же, задание. И задание у нас, опять, из мультика Cars Tune. Приключения Мэтра, байки Мэтра. И тут у нас, опять же, такая рок-группа. То есть, будущая группа Мэтра. И тут у нас первое задание. Это найти, так сказать, вот эти вещи. Даже здесь вот эта пасхалочка есть. Вот это вот Cool Award. Из мячик, так сказать, из игры. Так что, да, здесь есть пасхалочка. Потом, второе задание. Нам нужно определить, как я понимаю, кому какое лицо это принадлежит. Или вообще есть такое, или нет. Вот. И третье задание. Нам нужно, так сказать, поставить эти вещи на места. Так что, задания здесь тоже все хороши. В общем, здесь вообще задания все хороши. И здесь уже, получается, два задания, так сказать, с рок-группой. Потом у нас, опять же, идет вот эта вот реклама. Она, я не знаю, она в тему, может быть. Но ее могли бы уменьшить. Потому что слишком уж много. Позволяют себе на всю страницу рекламу. И тут вот такая большая раскраска. Можно было разукрасить, я не стал. И нужно было еще найти вот эти вот, так сказать, в виде кактусов. Такие значки, незначки. И даже какого-то нету. Или наоборот, найти того, кого нету. Или какой есть. В общем, в принципе, тоже здесь все хорошо. И последнее, что у нас имеется, это у нас комикс-чемпион. Так что, маленький, но зато хорошенький. И, в общем, все. Столечко у нас слов про этот журнал. Журнал, журнал, что, хороший. Цена пока что без изменений. Плакат обалденнейший. Даже два у нас, как бы, если еще к виду считать. Много информации. Много заданий. Много чего имеется из мультика «Cardstone». В общем, все, что нужно, мы имеем. И мы довольны. Так что, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал InGroPlay. Ставьте пальцы, комментируйте, рассказывайте своим друзьям. Чем больше нас все лучше, а я пойду. Всем спасибо, всем удачи. И всем пока.